Всем привет! Это шоу независимой Девятой Федерации Рестлинга УДАР Ну что, друзья, рады приветствовать вас на очередном выпуске Беспрецедентного, самого лучшего Интернет-шоу-удар От независимой федерации рестлинга Аж язык заплетается от радости Так бы что-нибудь и кинул, как Леня сейчас в ринг Сам Ди появляется у нас в зале Ему есть что сказать Очень важные вещи произошли Во время прошлого его появления в ринге В прошлом матче Сам Ди и Пайпер Свит против Кейси и Локомотива Ух, а вот что там произошло Хотел вам напомнить сегодняшняя моя прекрасная напарница Девочка, конфеточка Харви Райда Разрешите вам ее представить Здравствуйте, здравствуйте Спасибо вам с вами поздороваться Пока тут не началась речь Зрители горячо его встречают Сейчас послушаем, что он скажет Я не буду долго тянуть Давайте по факту По факту я проиграл Каждый матч Против Ивана Маркова Локомотива Согласны? Каждый матч Нет? Давайте, нет По факту проиграл Проиграл Я не буду искать оправдание в ринге Я не буду искать оправдание в генеральном менеджере Я умею принимать оправдание Нет, все проблемы в генеральном менеджере И в локомотиве Санди, что ты такое говоришь? Это все из-за Никитина Все эти проигрыши Это моя вина Ты просто слишком добрый, Санди А что? Я спрошу прощения 17 апреля Последний бой Матч уже назначен И я благодарен Руководству независимой федерации рестлинга За этот шанс И я обещаю Это действительно будет последний бой Иван Марков, локомотив Ты затронул самое святое Ты тронул мою семью Да, я сейчас Абайкер свит Я последний Гонардный матч Вот Вот он этот момент И поэтому 17 апреля Будет действительно Последний бой И оно все ближе Дим Так Человечки Ну что ж Локомотив не заставляет себя ждать В общем-то никто не удивлен Когда упоминают имя локомотива Суя Локомотив сразу же появляется здесь Либо поблагодарить тебя За хорошее упоминание его имени Либо доказание За благое упоминание На его имени Кейси И Михаил Вахне Да Ник, да, да, не упустят А вы возможно Я хочу Немного напомнить Прошлый раз В матче против Локомотив И Кейси Против Пайпер Свит И Самди Случилось форменное испеение Пайпер Свит На глазах У привязанного Закрепленного К нижнему канату Самди Он вынужден был Лицезреть Эту казнь Эту экзекуцию Эти Пытки Сам испытывал пытку Глядя на все это Его заставили На это смотреть И у меня даже не было слов Как это можно описать Самди 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 Ты решил говорить по факту Бро Знаешь Я тебе Выложу сейчас Общее мнение И это реально факт Ты всех Уже всех Закрепал Но больше всего Мне плевать на всех Насаде Больше всего Ты закрепал Меня Бро И вот ты сейчас Выходишь Мне нужен Последний матч Последний Сраный матч Но Вот слушай Ты кто Кто ты такой вообще Кто ты такой Ты кроме Причевал Тебе Питерская Шлюха Которая приехала На мою территорию Закать то Что Продолжение Ты сто раз Прогнал Ты Никто Ничтожество Маленький Мальчик Который Еще не вырос При том Что я Победил Каждого Сраного Топа В этом Гребаной Промоушене Каждого Топа Неужели Кто Нет Кроме Этих Дебилов Этих Дебилов Вегет Вегет Что Питерская Матин Сказок не бывает Я 150 раз Рабреждал Никто Больше того Все эти гребаные Журманисты Про Отвернуться Тебе Как только Прослежки С 17 Это факт Ты же хочешь Пофакт Это факт Ты 17 Проиграешь Нечет В матчах Поэтому Бро Подумай Еще раз И дайте Последнюю Семьерную Возможность Говорил Три минуты Рабреждал Вынести Тебе Прямо Здесь И сейчас Маленький Я дождусь 17 Апреля И там Мы решили Достойные Или нет Очень интересный момент Что обычно Локомотив Любит играть на нервах А тут Самье удалось Сыграть на его Посмотри Он выглядит Честно Я его прям Сейчас Себя прям Почит Я не готов Ты готов Но знаешь Я подумал Ты не честный Ты не честный 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 Ну все знают Ты не честный Парни Да Честный Все знают Честный Как Журмать Добой Добой Я сделаю мою матч По-настоящему Честный Пострелился Своей стороны Ставлю Все Что у меня есть Я Самый долгий Гребаный Чемпион Энфлес Что уснуть Ставится Очень просто Каждый раз Ты проигрываешь И все равно Получаешь матч со мной Ну окей Давай сейчас Сыграем мою игру Давай ты поставишь То Что дорого тебе А знаешь Что ты поставишь Когда Если Когда Ты проиграешь Матч 17 апреля Если Когда Если Когда Когда НИКОГДА 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 Ну вот так вот Бой действительно Может стать Последним Для Санги Если Локомотив Хотел Санги Напугать И НИКОГДА 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 ЖИТЬ 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 Не только В МФЛЕ В НИСДАПУ НИКОГДЕ ВООБЩЕ На территории России Вся твоя карьера rane Krankenh НИКОГДА И Проиграешь ПКИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ИНКОГО КОЛЕДУЕ Мы Мы НИКОГДА Ну что, друзья, рукопожатие свершилось. Самди ставит на кон свою карьеру в матче с локомотивом на шоу «Последний бой» 17 апреля. Действительно, для Самди бой может стать последним. Ух, у меня мурашки по телу бегут. Возможно, локомотив хотел морально раздавиться с Самди. Да, я думал, что Самди откажется и было бы более трезвым решением отказаться, потому что, ну, поставить на кон свою карьеру – это всё, что у него есть. Действительно. И, слушай, локомотив говорил речь, Самди говорил по фактам, это так. Но в речи локомотива тоже были факты. Он самый долгий чемпион, он побеждал каждого топа в Независимой Федерации Рестлинга. Все матчи, которые… И Самди действительно приехал из Петербурга сюда, но это все знают, это факт. Но я не уверен в победе локомотива, но я и не уверен в победе Самди. Посмотрим. У меня есть за что бороться. Нас ждёт самое горячее событие вечера, мне кажется, за последние лет десять Независимой Федерации Рестлинга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все отлично получилось. Прям так, как я и планировал. Спасибо тебе. Я думаю, мы сработаем. Сработаетесь? В чем же вы сработаетесь? О боже, опять она, как же она достала. Все-таки я у вас поинтересуюсь еще раз, ведь в прошлый раз вы мне не ответили ни на один из моих вопросов. Кто вы? Что вы тут делаете? Зачем вы тут? Что это было за шоу во время матча? Как я устала от этого непрофессионализма. Мне кажется, я еще в прошлый раз ясно дала тебе понять, что я не буду тратить свое время на таких жалких журналистишек, как ты. И если я захочу что-то сказать, я обязательно скажу это, но не тебе, а на ринге. Дорогие друзья, это шоу «Удар». Ну что, вы готовы продолжать? Тогда погнали далее. Сейчас на этот ринг выйдет человек, которого вы все прекрасно знаете. Встречайте! Чемпион Москвы Дмитрий Орлов! Дмитрий Орлов под свою заряжающую музыкальную тему с блестящим поясом чемпиона Москвы. Серебро Москвы появляется сейчас в нашем зале. Что? Традиция открытых вызовов существовала довольно долго, но сейчас произошло нечто иное. Грубо говоря, вызов бросили уже самому Дмитрию, да, Ронни Кримсон списал ему видеообращение, говоря о том, что, мол, тебе нужен достойный соперник. Я согласен, но Дмитрия давно не было достойным соперником за титул чемпиона Москвы. Посмотрим, что он скажет. Что думаешь, Карви, выйдешь, если Дмитрий сделает открытый вызов за титул чемпионки Москвы подраться? Да, да, запросто, хоть сейчас. Признаюсь честно, я планировал выйти сюда и сказать то, что говорил все последние разы, что это снова Дмитрий Орлов, чемпион Москвы. Это значит, что открытый вызов и все в этом духе, но кое-что произошло недавно, именно кое-кто записал видео, точнее, даже не просто видео, а обращение ко мне. И этот кое-кто зовут его Ронни Кримсон. В этом видео он затрагивал несколько тем, он говорил о различных эпохах в истории НФР, он говорил о том, что какие-то эпохи закончились, какие-то карьеры закончились. То есть он даже упомянул нашего с ним общего друга, которого вы, по-моему, все прекрасно знаете, он такой высокий, большой, в белом, помните ли вы? Антон, по-моему, зовут. Вот, он сказал, что он не удивлен, что этот парень уже закончил свою карьеру раньше, чем он, кстати. Ну, дальше он упомянул манифест Тима, приятель. И вот он сказал, что он согласен только с одной вещью из этого манифеста, а именно с тем, что мои открытые вызовы – это какая-то чушь. Это полное дно. Ну, после этого, после этого, этот самый Ронни Кримсон ответил на этот открытый вызов и сказал, что он хочет матч со мной 17 апреля на шоу. Ну, подождите, подождите. Ронни Кримсон, какого черта ты о себе возомнил, приятель? Почему ты решил, что ты лучше и выше тех ребят, которые стоят сейчас за кулисами, тех ребят, которые рвут свои задницы на каждом ударе, на каждом шоу, на каждой тренировке? Они рвут свои задницы для того, чтобы... Они рвут свои задницы для того, чтобы в один день услышать то, что они могут попробовать свои силы на этом ринге. И это самый открытый вызов. Вот эта неожиданная музыкальная тема у нас сейчас загорается, просто зажигается в зале. Самый уважаемый Ярослав Державин с Копадой Миллениум появляется. Ярослав Державин! Так, ну что? Кажется, Ярослав Державин пришел за своей игрушкой, которую мы отобрали в свое время. Да-да-да, он имеет виды на этот титул, потому что я правильно помню, до этого владел Ярослав Державин, Дмитрий Орлов выиграл этот титул Ярослава Державина. И вообще-то, вообще-то, больше всех прав на этот титул не у тех парней из раздевалки, которые, да, работают, которые, да, стараются, а вот как раз у Ярослава Державина. Ну и у меня, конечно, господи, боже мой, лучший чемпион Москвы. Но мы не об этом сейчас. Ха-ха-ха! Приветствую, уважаемых зрителей! Это место! Дима, 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 мне столько всего хочется тебе сказать, но самое интересное и главное, то, что ты утверждал, что данный титул был у меня непрестижным. Позволь объяснить тебе, что такое престиж. Престиж, престиж, это когда матчи за данный титул проходят на платных шоу, когда к этим матчам подводится огромная история, а не эти твои дурацкие открытые вызовы, на которые отвечают люди, которые здесь спят. Какое интересное противоположное мнение. Вроде бы... Поэтому, Дима, мне это надоело, и я хочу, чтобы этот титул покинул тебя. И сегодня... Или не сегодня... Ты! Ты будешь отстаивать этот титул против... Алекса Франко! Вот это неожиданная лидерка, да? Вот это да! Алекса Франко против Миря Орлова! Я лучший лидер, чем ты! Ты всегда думал только о себе! Я думаю и о этих ребятах тоже! Но этот матч не будет проходить сегодня, потому что мы должны прорекламировать его. Этот матч состоится на следующем ударе в главном событии! Ярослав пытается делать историю прямо сейчас, о которой рассказывает. С каких пор у нас матчи назначаются рестлерами просто так? Михаил Никитин, ты где? Ну-ну. А, его как всегда нет. Что-то я не помню, что в моей группировке, члены моей группировки, танцевали в женских платьях. Отлично, Орлов! Это бодибэк! Это бодибэк! Орлов! 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 Как раз Франко был в платье тогда. Следующий выпуск «Удара». Знаешь, я побеждал тебя не раз, не два, не раз и не два, друг мой. И победить твоих буделей не заставит на меня никакой сложности. Увидимся на следующих записах. Но там же только один будиль. Да уж, действительно, Алекс Франко – это скорее бульдог, или я бы даже сказал питбуль. На самом деле, Дмитрий Орлов себе уверен, это прекрасно. Но Алекс Франко за последнее время – это самый, мне кажется, самый серьезный соперник Дмитрия Орлова за титул чемпиона Москвы. Посмотрим, чем закончится этот матч. Очень горячее событие вечера нас ждет. Жаль, что только в следующем выпуске. Я не думаю, что Орлов у этого... Ну и по традиции, раз у нас открытый вызов считается престижным матчем, то я, самый умный рестлер, Ярослав Державин, бросаю открытый вызов. О, Харви, Харви, выходи, Харви. А, нет, у нас... У нас есть вариант, вернее, даже не у нас, а у этого парня, есть вариант по интересней! Алекса Фиев! Алекса Фиев! Легенда, легенда ультра-ваиленс-рестлинга, легенда хардкора, самый безбашенный ублюдок, по моей версии, появляется в зале. И что? Открытый вызов брошен, а Алекс Набиев его принимает. Сейчас он докурит свою прекрасную, вкуснейшую сигаретку и размажет Ярослава Державина? Или не размажет? Конечно, размажет. В конце концов, Ярик хоть и называет себя самым умным рестлером, Набиев, он профессор... Но проблема в том, что Набиев профессор хардкора, а матч-то по классическим правилам. Посмотрим, какая ученая степень сейчас у Алекса Набиева. Сможет ли он, вернее, защитить профессорскую степень в матче по классическим правилам? В принципе, в стихии Ярослава Державина. И не забывай, что рядом с Ярославом Державиным находятся два его верных напарника, два его верных члена группировки. Уважаемый, уважаемый Зак Нейтан, уважаемый Алекс Франко, мои большие друзья. Посмотрим, посмотрим, рефери уже в ринге. Ну что, первый матч на сегодняшнем выпуске. Резко рестлер исходится сразу, сразу начинается борьба в центре ринга. Державин сейчас в углу уходит за канаты. А к чему вот эти танцы по рингу? Они сразу начинают драться. Ну, сейчас в рамках правил действовал Державин, он вышел за канаты. Набиев не имел права его как бы наносить урон, пока он находится за канаты. Держу пари, Державин будет себя беречь в этом матче. Все-таки и профессор Харкора. Не могу. Промах. Теперь уже Набиев держит Державина в вейслоке. Перехват, подсечка. Ух, как носом ударяется прямо о ринг. Алекс Набиев. Сейчас его голова подвергается очень сильному захвату. Да, в удушающем он находится. Посмотрим, получится ли встать. Встает пока на одно колено. Ага, на ногах. Что, разбег. Подсечка. Промах клоузлайном. И... Какой интересный армдрак от Державина. Необычный для его комплекции. Вот уже армдрак получает он сам. Подсечка. Удержание до одного. Подсечка уже от Набиева. Удержание снова до одного. А, сбежал. Сбежал Державин за ринг. Обмен реверсами прошел успешно. А теперь Державин прибегает к своей любимой тактике. К собакам. Алекс Набиев. Ну что же ты, профессор, отвлекаешься на такие вещи. Ты же знаешь, что Ярослав Державин оттукует тебя со спины. Он ничем не скупится в матче. О-о-о. 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 Это было прекрасно. Набиев разбегается. Ярослав промахивается. Попытка Хептоса. Набиев блокирует. Удар в живот. Второй. И Хептос уже от Набиева. А не такой уж и он, но рестлинг показывает Державин. Правда? Да. Так, ну пока Алекс чувствует себя прекрасно, урабатывает Державина клоузлайном в углу, локтем в углу. Державин немножечко поплыл. Вот этого я и боялась. За это вытянул Набиев, промазал дропкиком. Я вот этого и боялась, что сейчас Франко и Набиев сработали. Слушай, беспредел в матчах во время правления Никитина. Все уже к этому привыкли, уже никто не удивляется. Набиев, в общем-то, недолго думая, просто выходит. Ох, получает удар. Самонадеянно с его стороны, конечно. Но слушай, он как поезд, он просто прет и прет. Ему не важно, кто у него на пути. Один человек, трое, двое. Это было больно. С размахом в лев стенах. Иногда мне кажется, что некоторые люди не чувствуют боли. Вот глядя матча и Алекса Набиева, я примерно вот в таком состоянии нахожусь. Но сейчас он так сильно корчится. Мне кажется, боль все-таки он испытывает. Конечно. Попытка супплекса за рингом сейчас происходит. Очень опасная позиция. Рессер и супплекс на державине. Отлично. Он поддерживает Набиева. Друзья, маты, которые вы видите, они практически не спасают. Я уже говорил, они спасают от рассечения. Но они не спасают от удара легкими, от удара спиной. Мы падали, мы знаем, поверьте нам. Мы падали, да, как говорится, плавали, знаем. Сейчас раскалывается. Алекс Набиев, тебе необходимо войти в ринг, чтобы обновить отчет. Умный генофонд под угрозой. Да уж, действительно, Державин сейчас очень серьезно Набиев врезал его в стоп ринга. События так быстро сменяются в этом матче. Сейчас уже генофонд Набиева страдает. Что-то среднее между фейсбастером и бульдогом сейчас провел Державин. Но для Набиева это недостаточно. Да, только до двух. Только до двух, пока недостаточно урона получает Алекс. Ярослав Державин продолжает его избивать. Так, вешает на канаты. Но удушение через канаты. Ярослав Вячеславович против правил. Против правил. Да, и Набиев у нас немножечко поплыл. Пока что он, по-моему, не в нокауте находится, но в нокдауне это точно. Отомстил Ярослав Державину за избиение сбива. Слушай, стоит отдать должное. На одном из выпусков удара я сказал, что я очень сильно мечтаю о матче. Ярослав Державин самый умный рессер в этом здании против Алекса Набиева, профессора хардкора. Но я хотел, чтобы это был матч за мозг. Или хотя бы за звание самого умного. Тебя перебил очень звучный чоп. Звание самого звонкого чопа пока достается Ярику. Возможно, это ненадолго. Я надеюсь, что все-таки Набиев придет в себя и ответит ему как следует. Да, он как бы немножечко теряется, но мы знаем, какой урон может выдержать этот человек. Он вставал и после гораздо более мощных ударов. И побеждал матчи. Мешает Миронов в душе Набиева. И наконец-то перехват инициативу. Все, вот он, вот он перехватил инициативу сейчас Набиев. Душик, посмотри, прям руками, как маньяк какой-то. Он сейчас предупреждал Державин. Ярослав Державин. Ай-яй-яй, какая красота. Трещит сейчас грудь Ярослава Державина. Считаю, что Державин проиграл. Звание самого громкого чопа. Да уж, действительно, достойная конкуренция, как минимум. Ай-яй-яй, запуск в угол. Ярик врезается спиной. Вот это силище. И Белли-ту-Белли высочайший, да. Раз, два. Ух, Ярослав как-то перевернулся. Мне показалось, что он хотел не просто вырваться из удержания, а как бы быстренько попробовать удержать Набиева. Но не так-то просто. Сейчас... Сажаю, мне хочется признать, что Державин тоже не сделан, естественно. Кого тоже из него можно воздействовать. Что уже нас ожидает? Подожди, подожди, давай посмотрим. Набиев на третьем канате летит промок сплэшем. Промок сплэшем не удался. Сейчас очень страдают руки, колени, локти. Алекс Франко посмотрел, улыбается, аплодирует, говорит. Браво. Браво, маэстро. Маэстро Державин сейчас в последний момент. В чем Державин хороший-то в том, чтобы соскользнуть с ринга и улететь от уроны. Ну, слушай. Ай, какой шикарный клоузлайн. Высоченный, красивейший спрингборд клоузлайн сейчас проводит Державин. Слушай, ну парень, он скользкий. Парень очень скользкий, я с тобой согласен, но... И этого все равно недостаточно, чтобы победить Набиева. Да, вот Набиев очень крепкий парень, удержание пока до двух. Зажимает сейчас Ярослав Державин его в болевом. Зал летует, поддерживает Набиева. Но ему вроде бы все ни по чем. Он, Алекс Франко, он ему говорит, он ему, типа, канат чуть-чуть поближе приставил, говорит, давай, дотянись, давай, дотянись, я тебе помогаю, Набиев. Но ему, собственно, такие подачки не нужны. Набиев однозначно ответил на это. Бадислэм, ух! Методично работает Ярослав Державин. Пока без каких-то резких движений. Все у него четко продумано. Он полностью контролирует ситуацию. Парням даже пока не нужно вмешиваться. Посмотрим, что будет дальше в этом матче. Залом руки. Как тебе такой хардкор? Это даже не совсем хардкор, а вот этот обратный локоть, очень даже ничего. Отлично. Набиев не хочет удерживать. Он говорит, давай, вставай. Он готов дальше обрабатывать Державина. Клоузлайн. Набиев еще не на все ответил. Да, смотри, он как будто разминается. Он говорит, типа, хей, я только начал, я только начал, мы будем работать дальше. Но нет, Ярослав Державин перехватывает захват на суплекс. Разворот. А, суплекс с ногами на канатах. Изумительный супер. С два. В последний момент Зак Нейтан помог. Он схватил ногу Державина, положил его на канат. Жалко, что не поцеловал. Слушай, Набиев очень круто перехитрил Державина. Сейчас действительно, действительно он думает. Я, к сожалению, из-за своей болтовни прослушал, что Набиев сейчас крикнул. Видимо, что-то очень интересное. Памп-хендл. Что же это? Это вам? Сука, хендл-драйвер сейчас. Нет, Алекс, зачем? Нет. Нет, нет. Мы знаем, что ты любишь хардкор. Нет, это и правило. Ты нарушишь правило. Это Зак Нейтан подсунул ему. Это криктонит. Смотри, смотри, у него эрекция с бейсбольной битой происходит. А-а-а! Ярослав Державин сейчас в руки поймал эту биту. И вроде бы правила не нарушены, но Ярику сейчас было очень больно. Вот видишь, профессорская степень, да? Да уж, действительно, матч гораздо интереснее, чем я себе мог предположить. Это практически, наверное, мой любимый матч в 2021 году. У хедбата, конечно, можно и сотрясение мозга получить. Инициатива сейчас полностью за Набиевым. Целуют под этим? Да. Если даже он его целует, я бы не хотел все равно получить поцелуй от Алекса Набиева. Запуск в угол, реверс. Набиев ударяется. Суперкик! Совершенно потрясающий суперкик. К сожалению, придется это приземлить. Набиев в нокдауне. Это что? Это сейчас будет неут. Это неут. Нет, это неут. Двойку получает Алекса Набиев. Это три. Державин победил. Не без своих прихостей, к сожалению. Да уж, команда Миллениум в свойственной ей манере. Я не видел, я даже не успел посмотреть, кто это был. Зак Тейлыш или Алекса Франко. Но кто-то из них оголил... Это был на этот... Оголил стальной крюк. И Набиев совершенно не ожидал. Фрезался в него грудью, взбилось дыхание. Он получил неут. Он, понимаешь, он не в нокауте находится, но он был потрясен вот этим вот развитием событий. Не получилось у него победить. Ух, но матч получился очень драйвовый. Очень. Они пытались использовать слабость Набиева в хардкору, подсунутную биту, но у них ничего не вышло. Это домашнее. Слушай, вот это не могла бы... Я только хотел сказать, наверное, это домашняя заготовка, но нет. Это не могло быть домашней заготовкой, потому что это был открытый вызов. Набиев вышел, а Державин не ожидал, что это будет Набиев. Но как же умно, как же умно сработал Зак Нейтан. Это не помогло, но это было очень интересно. Видимо, все-таки, находясь под крылом Ярослава Державина, они действительно умнеют. Ну что, очередная победа в копилку Ярослава Державина. Уходят они, готовятся к следующему матчу для своего... Против Дмитрия Орлова. Да, да, да. Алекс Франко сейчас будет готовиться. Я думаю, что Ярославу Державину есть что рассказать. Есть программа, есть план на матч подготовить Франко, потому что у Державина с Орловым было очень много матчей. Но, в общем-то, Набиев у нас не особо расстроен. Все супер. В своей чудесной ковбойской шляпе щеголяет бицепсами. Говорит, эх, ребята, нарушайте правила, но ничего, я свое еще возьму. А он возьмет. Толпа его горячо поддерживает и провожает. Говорит, эх! Ну что, Романа-президенточка, никому теперь не было за твою жизнь, да? Только тебе. Рядом со мной Федор Марков. Федор, сегодня у вас состоится матч против Роди. Это продолжение той долгой-долгой истории вражды. Чего нам ожидать сегодня? Роди, я уже много говорил о том, какой ты человек. Хватит. Сейчас я хочу донести всего лишь несколько моментов. Первый. Выйдя против меня на этот ринг, готовься держать ответ за все свои ошибки. Второй момент. Это будет больно. Это будет очень больно. И третье. Когда я с тобой закончу, ты даже не сможешь вернуться домой и смотреть в глаза своей жене, которая будет знать, что ты в очередной раз облажался. Дозначенный матч. Я бы даже сказал, что это матч вместе. Между двумя ребятами, у которых уже очень длинная история. Они были никем друг к другу. Они были друзьями друг к другу. Они были командными чемпионами. И сейчас они самые злейшие враги друг к другу. Коллега, это такая история, которая уже превратилась в долгоиграющий сериал. Тем не менее, за ним смотреть не скучно, потому что действительно Федор уже давно пытается убить Роди. Да, как бы этот сериал оказался не кармелитой. Вернее, не оказался кармелитой, а сериалом, знаешь, Декстер для Роди. Потому что Федор Марков, он точно пришел делать месть. Ничего другого, кроме мести, он не хочет сейчас творить. И его оппонент! Роди! Роди появляется в зале, заряженный на борьбу. Как по мне, Роди, он довольно такой, скажем так, нестандартный и неоднозначный боец. Потому что он совершал абсолютно разные вещи. Он совершал и добрые поступки, он совершал и плохие поступки. И он совершал ошибки? Да, ну то есть, не знаю, что от него ожидать сейчас. Совершит ли он ошибку сейчас в этом матче? В любом случае за этим будет очень интересно наблюдать. Я пытаюсь разглядеть страх в глазах Роди, но его, кажется, нет. Да уж, действительно, желания Федора Маркова и желания Роди, они, в общем-то, схожи. Потому что Роди ненавидит... Ну, ненависть у них абсолютно обоюдная. И совершенно искренне, что прекрасно. Не спешат пока рестлеры начинать, они очень хорошо знают друг друга. Знают приемы друг друга, знают сильные и слабые стороны. С тех пор, как Федор Марков из Ингл-ПЦ, переродился, он себя стал совершенно по-другому. Вот это хорошее начало матча, я называю. Пик звонка. Ой, какая звонкая пощечина. Сейчас у меня даже в ушах затрещало немножко. Я даже завидую, что это не я, белый такой пощечинный. Уработал, я бы даже сказал, сейчас в очень яростной манере Роди Федора Маркова. Федор в углу Роди поднимает его. Ну что, удушение. Судья разрывает захват. Нельзя душать у канатов. Душить. Душать. Какой кошмар. Ух, удар в живот неожиданный из ниоткуда. Полный ненависть и удар. Посмотрим, помешает ли кому-нибудь ненависть победить. Эмоции это очень важно, но эмоции это очень страшно, потому что действительно они могут сыграть с тобой злую шутку. Кроссбади сейчас разбегу красивейший от Роди. Промах. Попытка нэкбрейкера. Еще один промах от Маркова. И летящий европейский апперкут. Роди не теряется в этом. Роди очень резво начинает. Он, по сути, он легковесный, ну, рестлер. Рестлер легкого веса, и он правильную тактику избрал, он очень быстро бегает. Федор Марков проверяет свой нос, кажется, Роди его задел, когда лупил. Ну, конечно, когда тебе прилетает европейским апперкутом, там страдает, в принципе, вся передняя часть лица. Да, вот сейчас страдает лоб Федора Маркова от удара у края ринга. Я напомню, друзья, края ринга – это самая твердая часть. Очень больно, практически как об пол ударится. Отправляет стол в Роди Федора. Что, мне удачно? Еще пара таких аварий, и от Федора ничего не останется. Да уж, никакая машина не будет попадать в аварии, даже такая машина, как Федор Марков. Так, судья сейчас ведет отчет. Матч у нас по классическим правилам. Вроде нельзя заигрываться, нужно вернуться, потому что матч может закончиться, ну, как бы, по отчету, да? Я бы сказала, что... Но контест без победителя. Я бы сказала, что пока это матч по правилам чоп-пати, потому что сколько сегодня было чопов только за первые две минуты? Чоп-пати, чоп-контест. Да. Так, Роди у нас сейчас заползает на третьей канады и получает славного леща от Федора Маркова! И переброс! С высоты человеческого роста Роди сейчас приземлился в ринг. Смотри, он не удерживает, он не удерживает, он продолжает избивать. Мой друг, я думаю, у них цель не удержать. Да, 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 да. Тут особо-то никому не нужна победа, тут нужен урон. Федор насмехается над тем, что поддерживает Родину. А вспомни, совсем недавно, как зал его поддерживал, как танцовал. Да, да, ох уж. Сипломания, это вообще один из, наверное, самых обожаемых и любимых таких трендов независимой федерации рестлинга был. Но Федор Марков, как создатель сипломании, решил ее же и убить. Собственно, я тебя породил, я тебя и убью. Никто, кроме него, не мог это закончить. И никто не хотел, кроме него, понимаешь? А сейчас он пытается закончить Роди. Да, Роди точно не хотел получать сейчас этот счет. Мощнейший забивает Федор. Ай, ларет, сильнейший! Роди сейчас как-то в легком аути. Аути как будто находится, он как бы вроде поднялся, но он... Нет, нет, он в сознании... Тебе не знать, как бороться против больших парней. Да, очень забавно, что почти вся моя карьера это драки с большими парнями, которых я успешно побеждал. А вот сейчас Федор Марков говорит, пора заканчивать, Роди перехватывает его. Федор отбивается локтем, не получился. Ти-ти-ти! Трещит череп сейчас Роди. Ну что, это три? Нет, Роди не готов. Да, только два, говорит Данила Дмитриев. Роди! 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 Пока получается только держаться и держать удар по спине, ух! Что, сейчас будет? А дробки какой с разбега? От тяжелейшего Федора Маркова. Ты представь. Одно дело получить дробки от Роди, у которого вес, ну, там, 70 килограмм. А другое дело получить дробки от Маркова, который... Какая красота! ...которого веса не меньше 90. Так, попытка запуска сейчас... Нет, 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 передумал Федор Марков. Федор не может наиграться. Смотри, он просто как куклу держит, просто какого-то кена. Он просто берет его за голову и говорит, я тебя буду сейчас бить. Но Роди не так просто. Роди не так просто. Федор явно не верит в победу Роди, поэтому позволяет с собой играть. Пэк-суплекс, это даже не пэк-суплекс, это блю-тандер-бомба, высоченная сейчас была от Маркова. Удивительно, я удивлена. Только два. Посмотри, что в глазах у Федора Маркова. Посмотри, что у него в глазах. Что, как, 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 как-то эмоция. Тех, как на глазах, которые обжег Роди, между прочим. Да, какая-то эмоция. Желание убивать. Немецкий суплекс! Высокий, красивый, мощный немецкий суплекс попадает Роди. Наверное, это конец. Посмотри, Роди точно, Роди точно сейчас в отключке. Он кое-как пытается отдышаться. Мне кажется, у него даже какие-то рвотные позывы сейчас были от удара с затылком. Он так нагнулся в ринг. Я думал, что сейчас реально человек сотрясение получил. Вечеринка с Чопами продолжается. Да, она и не думала заканчиваться. В корпус сейчас атакует Роди. Перескакивает он через Федора Маркова. Промах лариатом. Ай, Цегири. Практически из ниоткуда Роди сейчас находит себе силы отвечать Федору Маркову. Суперкик по сидячему оппоненту. Это то, что я люблю. Какая красота. И нет сил удержать у Роди. Посмотри, оба лежат на ринге. Ух. Пытается сейчас Роди добежать. Подпасти вернее. Добежать, господи. Только два. Федор Марков в последний момент отрывает плечо от ринга. Они уже изрядно вымотались, изрядно потратили сил. Но пока плечи готовы бороться. Удар в живот. Отличный такой ринг. Это некая вариация Станера и Нэкбрейкера одновременно. Нечто подобное делал цифровой месси Вертигу. И это очень смертоносный прием. Посмотри, Федор Марков. Роди не собирается возмениться. Да уж точно. Он пытается подняться, но он не может. Но он может откатиться, как раз, когда Роди собрался делать прыжок. Не хочу, говорит Федор Марков. Вот это да, интересный поворот. А как же месть? А как же аутсайд? Поймал! Его поймал Федор Марков. Суисайдайв не удался. И сейчас Роди отправляется в стену. Ты слышал этот треск? Ты слышал? Это был самый глухой звук на планете, который можно было вообще услышать. И сейчас Федор Марков сам приземляется в стену. Иди,ди,ди,ди, пол! Друзья, даже наше заграждение сейчас пошатнулось от того, как голова Роди врезалась в пол. Это была тактика, понимаешь, что это была тактика. Он говорит, типа, хей, я, типа, не хочу драться. Роди расслабился. И сейчас инициативу перехватил Федор Марков. Уже отсчет восемь, нужно возвращаться в ринг. Федор, бросай, бросай. Бросай, возвращайся в ринг. Сейчас будет отсчет десять. О нет, нет, они не успевают. Все. Я же говорила, коллега, им не нужна победа, им нужно уничтожение. Да, Харви, ты оказалась права. Залу это не нравится. Но зато, зато очень нравится Федору Маркову успевать Роди. Но Роди отвечает ему. И что, у нас драка уходит за кулисы. Позовите охрану. Позвоните жене Роди, скажите, что он сделал. Матч закончен по двойному отсчету. Победителя в этом матче нет. Вот так вот. Да уж, друзья, профессиональный рестлинг, это вещь, которая полна сюрпризов. И вот такой сюрприз произошел сейчас. Федор Марков, он просто не стал возвращаться в ринг. Не зря мы сегодня говорили о том, что эмоции превозгладают, иногда это вредит. Да, слушай, ты просто самый проницательный мой напарник за все время. Константин, в свете последних событий хотела вам задать вопрос о том, что же сейчас с вашим напарником. Высшее общество. Хотя, стоп, подожди, традиция. Хотя нет. Сегодня кадр будет красивее вдвойне. Значит, высшее общество, высшее общество. Все-таки сделала хоть что-то. Нормально. Они травмировали Сержа. И Серж вылетел еще на ближайшие 2-3 недели. Поэтому отдуваться в ближайшие 2-3 недели придется пока мне одному. Но я готов. И в связи с этим я хочу сделать очень важное заявление. На следующем выпуске удара я выйду и поставлю все... А ты все болтаешь и болтаешь. А я пока пойду делать свою работу. А, этот... Что она нас от себя позволяет? Ну вот, настроение все сбил. Ну что, давайте продолжаем тогда. Друзья, не забывайте ставить лайки этому видео, подписываться на канал и нажимать колокольчики, чтобы все было круто и вы не пропускали никаких обновлений от Независимой Федерации Рестлинга. Ну а мы продолжаем. Что ж, на этот ринг сейчас выйдет... Кто выйдет как выйдет? Рестлинг! Рестлинг? Встречайте! Аликс Чепп! Звучит музыка Аликса Чепп, наполненная гитарными рифами. Появляется он в своей знаменитой балаклаве. И в сопровождении совершенно неизвестной леди, да, которая помогла... А ну, видишь конкурентку в ней или нет? А может быть, она и не собирается быть рестлером. Какая конкурентка? Посмотри, как она прекрасно выглядит. Ой, выглядит она просто чудесно. А самое главное, что в прошлый раз она помогла Аликсу Чепп победить, совершенно неожиданно атаковала Александра. Появилась из ниоткуда, и сейчас, наверное, что-то нам сказали. Да уж, вот так всегда с этими роковыми женщинами. Появляется из ниоткуда, и потом с тобой что-то происходит. Либо что-то очень хорошее, либо что-то очень плохое. Я, извините, пожалуйста, я комментатор, я делаю свою работу прекрасно. А вот Михаил Никитин делает свою работу очень плохо. Она еще минуту не простояла на ринге. Хорошему рестлеру? Мне это не нравится. Да, нужен хороший менеджер. Я нашел себе прекрасного менеджера. Поприветствуйте им! Во-первых, я хочу еще раз сказать, что я очень рада нашему с тобой сотрудничеству. Я уверена, что оно пройдет очень плодотворно. Вопросы, кто я, немного мне надоели. Если бы вы хоть чуть-чуть включили бы голову, хоть чуть-чуть интересовались бы миром бизнеса, вы бы уже и так знали, кто я. Ну, понятно, понятно. Я понимаю, что это не для вас слишком сложно. Окей, меня зовут Кира Смерцина. И я бизнес-менеджер с большой буквы. Давайте поподробнее. Что такое бизнес-менеджер? Я понимаю, что, ну, наверное... Да, я расскажу, пожалуйста. Я человек, который может сделать бренд даже из любого ничтожества. Даже из тебя. Сделайте праздник Михаила Никитина, уважаемой Киру Смерцина. Я человек, который может сделать звезду даже из посредственности. Даже из него. Но самое главное, подумайте, подумайте о том, что я могу сделать с таким талантливым человеком, как Алекс Чепе. Дамы и господа. Ну, здесь по фактам. Или нет? Ну, я думаю, они нашли друг друга. Откуда? Из чего мне выкручиваться, милая? Зал проявляет неуважение, негодование на что-нибудь. Ну, слушай, неуважение. Типа, кричать лысому человеку, что он лысый, это странно, по-моему. Ребят, ну, честно. Где мы и где вы? Это неинтересно слушать. Так что... Может, она просит открытый вызов, и я выйду? Никто это вы! Хочешь разобраться с ней? А я это еще как кто. Хочешь разобраться с ней с большой буквой Х? Конечно. И с большой Р. Харви Райна, так? Ты знаешь, мне уговаривать не надо. Итак. Держите ее семеро, как говорится. Естественно, как у любого хорошего менеджера у меня всегда есть бизнес-стратегия. Я просчитываю все ходы наперед. Ну, начнем с самого первого небольшого шага. Я думаю, что Алекс Чепе – это имя, которое тебе не очень подходит. Такому подающему надежду человеку, вашему будущему чемпиону, больше подойдет другое имя. Предлагаю тебе выступать под своим реальным именем. Что скажешь? Итак, дамы и господа, поприветствуйте вашего будущего чемпиона. Меня зовут Алексей Чепуанов. А что касается вашего любимого Александра, про Александра я предлагаю даже не думать. Такие люди, как Александр, для нас это просто расходный материал, как, собственно, и ты. О, Господи. О, да. Ну, слушай. Мы все знаем эту музыку. Мы все знаем эту музыку, и это точно не расходный материал, а это суровая, суровая реальность, с которой… Ко всей этой чертовой бисто-стратегии с большой буквы «Б». История Александра и Алекса Чепа тоже достаточно длинная, если ты помнишь. У нас ожидает матч прям сейчас. Смотри, он притащил рефери за собой. Сейчас будет матч, сейчас будет матч. Просто послушай, просто послушай. Так, ну что, девушку там убить, наверное, не будет? Я понимаю, я понимаю. Две недели назад тебе сильно ударили по голове клавиатурой, и не только клавиатурой. Подожди, 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 стоп, стоп, стоп. Мы же взрослые люди, давайте сначала просто поговорим. Ты не услышал главного. Я бизнес-менеджер с большой буквы. Естественно, я знала, что ты выйдешь сюда, выпучишь свои глаза и будешь требовать матча. И представь себе, я настолько прекрасный менеджер, что я не только это предвидела, я даже договорилась о матче. Представь себе, вы же хотите сегодня матч? Хотите, да? Матч Александра, да? Хотите? Ну что, классный я менеджер, да? Супер, отлично. Так что, дамы и господа, прямо сейчас, прямо сейчас вас ждет матч Александра, вашего любимого Александра против Зака Нейдена. Вот это поворот. Так что, получается, Кира Смертина договорилась о матче для Александра, но этот матч не с Алексом ЧП. И сейчас на группировке Миллениум! Это Зак Нейтан, вау! Зак Нейтан! Сколько внезапных поворотов за один вечер, коллега. Да уж, действительно, посмотри на Александра, насколько он обескуражен. Но он такой, типа, блин, тебе придется бить какого-то другого чувака. Нет, я хочу бить Алексу ЧП. Вернее, вернее, Алексея Чапуланова. Теперь его зовут только так. Довольно интересная у нас бизнес-команда, я бы даже сказал, бизнес-дуэт образовался сейчас. Александр плевать хотел на Зака Нейтана, потому что его цель это только Алекс ЧП. Да, ему не нужен этот матч. А вот это он знает. Так, Зак Нейтан нападает на Алекса Франко со спины. Алексу Нейтану, о господи, Заку Нейтану, я опять их перепутал, он меня точно убьет. Ему нужна победа, у него статистика, ему нужны матчи, ему нужны победы. Алексей Чапланов и Кира Смертина удаляются. В общем-то, делать здесь нечего, потому что матч Александра против Зака Нейтана стартовал. Это будет прекрасный матч. Посмотри, как два огромных парня на ринге. Я не зря сегодня пришла. Да уж, ты пришла точно не зря. Да, в принципе, и я, мне есть чему поучиться у этих парней. Как минимум, поучиться поднимать штангу почаще и потяжелее. Ну что, Заку Нейтану удалось захватить инициативу благодаря, собственно, удару из-под тяжка, удару со спины. Александр не так-то прост. Александр очень непросто. Да, свалить его таким колозой, но не получится, Зак. Алексей ему говорит, братан, извини, пробуй еще, собственно, try harder. Try harder, Зак. Александр не только крупнее, он еще и опытнее, чем Зак. Пропускает Нейтану, а дропкик из ниоткуда! Вау! Шикарный сносящий дропкик. Слушай, от таких великанских, просто гигантских дропкиков у меня аж дух захватывает. Зак. 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 Фактически получилось, в любом случае, Александр повержен. Слушай, я бы хотел посмотреть матч этих парней за титул чемпиона в тяжелом весе. О, это было бы шикарно. Потому что по комплекции, по комплекции они как раз подходят под этот титул. Зал бешено поддерживает Александра. А можно сказать, что это демоверсия матча Тилловеса? Может быть. Но нам Кира Смертин сказал, что будущий чемпион это Алексей Чапланов. Поэтому... Поэтому сейчас суплекс, сиверное сияние от нолитена. Да. Александр не так прост. Сил у него еще много, хотя болен испытывает очень серьезную. Говорит, все нормально, я буду продолжать, все хорошо. Будем посмотреть, как говорят в Одессе, получится ли у Алексея Чапланова как-то ворваться. Ворваться в титульную гонку. Там сейчас участвует Локомотив, Самди. И посмотрим, как все это будет развиваться. А, между тем, у нас большая очередь из тех, кто может ворваться сюда. Это может быть Державин, Франко, ЧП. А на стороне Александра нет никого. Да, слушай, я не удивлюсь, если ребята сейчас смотрят из-за кулис данный матч. И готовы в любой момент оказать поддержку Заку Нейтану. Но сейчас он, собственно, справляется сам европейским апперкотом. Встречает у канатов Александра. Да их суплекс высоченный! Он его поднял! Встреченный, огромный, шикарный! Метра на два, наверное, или на три! Господи! Александр! АПЛОДИСМЕНТЫ Попытка! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот это да! Потому что он большой и сильный? Или потому что он бьет такого же большого и сильного Зака Нейтана? Потому что он Александр, господи! Ого! Ого! Это что, Станнер? Это Станнер от канатов! Ты это видел? У меня даже слов нет, друзья! Это три! Это должно быть три! Нет! Только два! Выливается из последних сил Зак Нейтан! Нашим легковесам есть чему учиться у этих огромных парней! Да! Действительно! Действительно! Не зря! Сейчас, например, я наблюдаю этот матч! Ох! Сейчас плечо в лесу! Просто вынес мусор с ринга, Александр. Ну, насчет мусора, я думаю, что ты погорячилась немножечко. Ладно, выгулил собаку, хорошо. Выгулил пудель, потому что Зак Нейтан имеет характерные кудрявые волнистые волосы. Посмотрим. Характерные признаки пуделя. Посмотрим, удастся ли ему сейчас как-то. Пока что ему удастся. Я вижу мзмятину отсюда. Да, да, стена как будто бы действительно прогнулась. Главное, чтобы она не обрушилась. Практически ста килограммовый Нейтан сейчас влетел. Не удается ему пока перехватить инициативу. Какие бы классные кудри и прическа вообще у него не была. Александр такие вещи, ну, как бы он их не котирует. Александр не шлит своего оппонента. Раз вышел против него, получишь по полной. Обмен сейчас ударами и чопами происходит в очень опасной позиции. Рестлера на опроне. Можно упасть на пол в любой момент. Можно получить какой-то прием, например. Например, пайл-драйвер прямо в опрон. Александр не дается. Он держится за канат правой рукой. Пробивает коленом сейчас Нейтана. Нейтан оглушен. И что же это будет? О нет, о нет. Суплекс. И это суплекс! Не падают за ринг! Это смерть. Это просто смерть. Я полностью солидарна с нашими зрителями. Это просто офигенно. Друзья, я думаю, что нам необходимо позвать... Господи, у меня же язык заплетается. Позвать врачей к рингу. Александр, понимаешь, Александр тоже упал. Он тоже упал. Ударился оборону. Ударился о пол. Неужели это скоро матча? Я просто боюсь... Я боюсь, что да, они не успеют. Отсчет 5. Я боюсь, что они не успеют вернуться. Можете, вы посмотрите, они встают. Они реально после этого встают? Это не рестлеры, это не люди. Это просто какие-то киборги, терминаторы. Я не знаю, из чего они. Люди из стали, из камня, из платины, из мрамора. У меня нет слов. Они вернулись до отсчета. 10 оба. Скорее вернулся Александр и вернул на место. Нам нужен матч этих двоих за титул чемпиона в тяжелом весе. Обязательно. Ну, они сами могут его назначить, ты сам знаешь. Ну, у нас Михаил Никитин не контролирует назначение матча. Назначает матчи только... О, коллега, коллега, замри. Это же сейчас кост-то кост. Это сейчас будет он. Да, действительно, Александр готовится. Я тут заболтался совсем про Михаила Никитина. Алекс, господи, закнейтед говорит, типа, нет-нет-нет. Никаких тебя от берега до берега, Александр. Ты пока постой там. Он знает, чем это было кончено. А у Александра есть другой ответ на это. Александр не только дома разбегается, но европейским апперкотом его встретил Нейтан. Ух, пришел в себя здоровяк. Ну что? Ну что, будет продолжение матча? Нейтан пока не... Он пока не возвращается. Ага. Но нет, все-таки будет... Теперь он разбегается онсайд по Александру. Что творят эти рестлеры? Боже мой. Через третий канат, высоченный, тяжелейший, Зак Нейтан вылетел просто как пушинка на Александра. Они дробят друг друга как только могут. Но это пять звезд. Это пять звезд по шкале от одного до пяти. Живой ли там Александр, коллега, ты не видишь? Я... Слушай, непонятно, потому что мне кажется, он уже на каком-то автопилоте, просто на каких-то рефлексах сейчас пытается продолжить этот матч. Слушай, ему это вообще было невыгодно. Ему... И раз... На два вырывается Александру. Все равно недостаточно такого. Нейтан говорит, ты чего? Ты чего, парень? Типа просто сдайся, просто закончи это. Зачем ты вырвался? Я же тебя просто убью. Типа мои пацаны тебе порвут на части. Это не Майами, это Магдад. С двойки не ставят, здесь убивают. На лице Нейтана было написано, что он не готов был среди такой сопротивлений, поэтому прибегает теперь грязным приемом. Так что, я о чем говорил, очень выгоден для Александра этот матч. На самом деле, он рискует очень сильно своим здоровьем. Кира Смертина назначила, типа, договорилась об этом матче с руководством независимости Федерации Рестлинга. Возможно, лично с Михаилом Никитином. И как бы зачем, когда... Ну, Александру это не нужно, это матч ни за что. Она хотела уничтожить Александра через Нейтана, чтобы подготовить почву для Александра Чеклана. Слушай, ну, ты, наверное, как девушка, девушку понимаешь лучше. Зато сейчас суплекс проводит Зак Нейтана. С удержанием на мосту. Красивейший с мостом, но этого все равно недостаточно. Александр просто на каких-то морально-волевых сейчас вырывается. Ну, так что, ты как девушка ее понимаешь, что ты хочешь сказать, что это стратегия, это подготовка на будущее? Конечно, да. Ну, почему Александр этого не понял? Почему он не прочитал эту стратегию? Не обязательно быть девушкой. Достаточно быть Ярославом Державином, чтобы придумать что-то хитрое. Ну, типа, просто уйди, матч закончится по отчету, и все. Что? Александр просто не тот человек, который будет бегать от боя. Он боец. Зак Нейтан тот человек, который собрался закончить этот матч. Но Александр не позволяет ему это сделать. Отбивается сейчас локтями. Мощнейший локтями. Захват. Ти-ти-ти. Какой. Просто как не как пружина, а как шпала какая-то втыкается. Сейчас Нейтан своей прекрасной прической в ринг. Она его совершенно не спасает. Он в ауте. Оба рестлера лежат. Данила Дмитриев начинает отсчет. Уже отсчет три. Обоим рестлерам приходится выкладываться на полную, чтобы давать друг другу отпор. Это просто прекрасно. Огромные мужики делаются. Уже вот, наверное, в третий или четвертый раз в матче, когда они оба повержены и когда они оба встают одновременно. Матч у нас, конечно, с переменной инициативой, но он абсолютно равный. И сейчас равный обмен пощеченными идет. Действительно достойные друг друга соперники. Тем более непонятно, чем закончится данное противостояние. Специально мы сейчас с моей коллегой замолкли, чтобы вы услышали этот звонкий, звонкий, сладкий звук Чопа. Сейчас трещит челюсть от колена. Зака Нейтана у Александра. Отвечает он бигбутом. Инсигири. Промагивается Инсигири. Он говорит, что он промазал. Действительно, он по Александру совершенно не попал. Нейтан отбивается локтями. В вейст-локе сейчас находится. Так, ну что, у нас уже какая-то борьба. Захват опять на суплекс с мостом. Александр блокирует ногой. Удар коленом в печень. Сила против силы, мощь против мощи. Попытка Чокслэма. Чокслэм. Нет, Чокслэм не проходит. Ай, колено с разворота. Прекрасно это было, колено, если честно. Нейтан разбегается. И попадает в самую дробь из ниоткуда. Александр находит в себе силу. Посмотри, каким хрёвом он демонстрирует свое превосходство. Это только два, я не верю. Я не верю. Александр, как рвал имитал своего противника и только до двух, да как так можно? Ну что, как тебе мужской дивизион поинтереснее смотреть? Шикарно, как? Даже несмотря на то, что они голые по пояс. Это одно из преимуществ этого матча. Да уж, друзья, в женском дивизионе такого не увидишь, но там увидишь кое-что более красивое. Еще много всего интересного. О, нет. Но сейчас мы наблюдаем красивейший... Зак Нейтан сбивает Александра с его... Очень долгий матч. Он уже идет сколько? Подожди, подожди. Минут 40, по-моему. В очень опасной позиции находятся на Франкенштайнер. Ну что, Франкенштайнер? Да, он хочет выйти на Франкенштайнер. Это что? Александр блокирует. Это был на встрече в Аканаду. Это невероятно. Это невероятно. Ринг чуть не сломался после этой бомбы. Это конец. Это конец для Нейтана. Александр готовит чок-слэм. Это конец. Заводит Нейтана. Чок-слэм проходит. Просто потрясающе. Александр, удерживай. Раз, два, три. Это три. Это был совершенно потрясающий матч. У меня просто в глазах нечто невероятное сейчас произошло. Кира Смертина появляется в зале. Ну что? Посмотрим. Возможно, есть что сказать. Признаюсь, коллега, в какой-то момент я забыла, что я комментирую Рала вместе со всеми зрителями. Потому что это очень долго закладывающе. Никаких проблем в этом не вижу. Потому что ничего другого здесь делать было и нельзя. Александр победил в очень тяжелом, очень напряженном, очень долгом для себя матче. Вот таким вот маневром он перехватил Франкенштайнера от Нейтана. И провел высоченную бомбу. За волосы он хватает. Киру Смертина говорит, эй, ты! Алекс Чепланов. Господи, Алекс Чепланов. Алекс Чепланов. Алекс Чепланов. Атакует битой. Да уж. Я только хотела порадоваться, что Алекс не стал вмешиваться. И вот смотри. Да, в бизнесе все способы хороши. В бизнесе, как на войне. Бизнес – это война. Мы это много раз слышали. И вот сейчас бизнес-стратегия работает. Алексей Чепланов заводит. Вот он катаклизм! Как бы зрение сейчас не потерял Александр после такого удара затылком об ринг. Раз Зак Нейтан не смог справиться. Охрана, помогите Нейтану. Помогите Нейтану охрана. Ну что, очередной триумф, можно сказать, в кавычках. Так вот, коллега, я начала говорить, что раз Нейтан не смог справиться с Александром, Кира решила все-таки добить его. Да, действительно, это был хитрый план и стратегия, в общем-то. Но Александр, мне кажется, ей такую интересную, интересный привет передал. Да, я оставил свою визитку. Он схватил ее за волосы. Буквально на 30 секунд промедли Алексея Чепланов. И страшно подумать, что бы с Кирой случилось после такого. Ну, я могу сказать, что недовольно лицо Киры. Это еще одно украшение этого матча. Так что, надеюсь, мы будем видеть его часто. Посмотрим, как закончится эта ситуация, как закончится это противостояние. Как всегда, друзья, вопросов, собственно, больше, чем ответов. Я думаю, что у этих двоих еще очень много всего впереди. Александр говорит, все нормально. Александр, кажется, удается самому встать. Да, он идет на своих ногах. Очень сильный человек, очень сильный рестлер. Я респектую, аплодирую. Зал аплодирует Александру. Аплодисменты несконечаемые. Ну, у меня мурашки. Я не знаю, как у тебя у меня мурашки. Меня мои мурашки сейчас вынесут из зала, сколько их много. Аплодисменты несконечаемые. Аплодисменты несконечаемые. Субтитры сделал DimaTorzok